И пару слов для телеканала «Светотень». Что вы можете сказать о творчестве Валерия Гаврилова? Я Кондрашин, севолод, архитектор и дизайнер, и хотел бы сказать несколько слов просто от души. Хотя я, конечно, уже другое поколение, не знал Гаврилова лично, но знаю от его уже детей, Феликса. Вообще и картины. Самое главное, что его наследие мы знаем, и вот оно появляется новое и новое. Ну, я что могу сказать? Как бы я определил вот эти графические листы? Какой-то эксприанистический дилетантизм. Или, ну, не знаю, или наоборот. Но это... Гениализм. Гениализм, может быть, да. Вот и хорошо. Экспрессивный гениализм, да? Да. Опустим все тары. Все вот эти лики, все глаза, они смотрят либо вниз, либо в землю, либо в ад, либо на небо, либо в рай. Вот они устремлены. Никто не смотрит тебе в глаза. Вот я это определил. Ну, тоже как-то... Как-то он смотрит... Путин как раз... Нет, он смотрит как раз на нас, между прочим. Нет, я бы сказал, что он смотрит вверх нас. Он... Поверху. Он даже... Я метод 90, он выше меня смотрит. И это правильно, потому что это Путин. Куда ему еще смотреть? И к нему въехала чайка. Явно даже не Волга, не Мерседес. А чайка въехала. Как бы, может быть, уехать на этой чайке куда-нибудь? Чайка бронированная. Это у них в мозгу сидит изначально. Но ты потом вырежешь, да? Да. Лишнее, потому что я говорю много и неправильно. Я все вырежу. Но вот то, что люди смотрят, эти лики смотрят либо в ад, либо в рай. Кто тут в рай смотрит? Да, 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 да. Вот, вот, вот они смотрят. Это моление. На небеса. Вот это я заметил в Гаврилове, что у него... Мольба. Что-то резкое. Вот он... Без компромиссов. Валера говорил, что он, да, авангард. Но вот я думаю, что все-таки эта графика, она такая, ну, бескомпромиссная. Что-то очень личностное и свое. Потому что, ну, конечно, человек был неординарный. Ну, понятно, что в 80-е года делать такое искусство, это надо быть личностью. Личностью хотя бы. В 70-е годы, но я не в 80-е знаю. В 70-е. Конец 60-х. Где вы были в 70-е годах? Я в 70-е годах еще в школе учился. А вот 80-е, вот это вот где-то мне ближе. Поэтому я говорю о 80-х. А он работал в 70-е. А он в 70-е. Да, но тем не менее, я помню, конечно, его скульптуры в лесопарках России. Это было некоторое, ну, слово, слово в культуре, вообще в искусстве нашего города. И все говорили об этом, что вот Гаврилов, это человек, который делает нечто новое в искусстве. И все удивлялись, ну, как это в искусстве можно сделать что-то новое. Уже ведь все создано. Уже ведь все есть. Но оказывается, что все новое и новое поколение рождают нечто... Новый взгляд на старое. Нечто, да. Новый взгляд на старое. Нечто, новый ракурс. Новый ракурс, по крайней мере, точно. Но в данном случае это не новое, это что-то вечное получается. Это вечное, конечно, это вечные проблемы. Именно поэтому они интересны. И интересы, в общем-то, к искусству занимаются вечными проблемами. Не сиюминутами. Да, в наше время, да, хоть у нас... Даже если мы делаем, даже если мы делаем какой-то сиюминутный момент, но мы делаем его все равно в качестве, ну, какого-то вечного этого... Для будущего. Да, или, нет, не для будущего даже, а просто в контексте вечности вот этой. Да? Убирай. Да, вот я полностью согласен с этим. И, значит, нахрена вообще делать? Что самое для меня важное в художнике Гаврилове, что он был независим настолько, что ничто его не могло, ну, как бы, сдвинуть со своего взгляда. Вот потому что мы смотрим этим произведением 30, 35, может быть, 25 лет. Но тогда так никто не видел. Вот сейчас мы на это смотрим и думаем, ну, и что? Ну, и что? Два года будет 40, 36 лет. Ну, и что? Не, скажи еще. Я говорю, с 77-го по 80-й вот это вот вся... 70-й? Да? По 81-й. Все, вот у меня еще один вопрос. Вот ты же сам художник. Насколько тебе близка его вот эта деятельность, творчество, вот этот подход вот к твоему творчеству? Я же помню твои картины, они ведь тоже... У тебя ведь тоже идет психологизм, у тебя есть надрыв, взрыв, у тебя вытаскивание нервов тоже ведь есть. Насколько вот ты вот близок, вот как художник? Или как он тебе близок как художник в этом отношении? Или ничего общего нет? Он мне не столько близок, сколько я вот восхищаюсь его вне временной вот этой графикой, смелостью, что эти картины, они смотрятся и сейчас современно. И сейчас вот так бы нарисовали и сказали, ну молодец, ну ты, в общем-то, можешь что-то сделать. Но в то время это было, ну просто вне всяких рамок дозволенного и ощутимого, что ли, художником. Художники мыслили по-другому. Не знаю, я не могу, может, это выразить словами. Там были штампы, конечно. И вот он штамп, он вне этих штампов. Он работал вне штампы. Да, вне системы полиэкспресса. Да, вне системы полиэкспресса. Вырваться за какие-то штампы, за какие-то рамки, это было не так-то просто. Он следовал своей вот этой внутренней вот этой эстезе какой-то. А для него это было как жить? Да. Это для него было естественно? Некоторые были удачны, некоторые нет, но они всегда были... Тогда я вот тебе еще как стороннему человеку спрошу. Вот, допустим, идет сейчас выставка, допустим, художников-иммигрантов, да? Художников, допустим, диссидентов, которые в то же время жили, в то же время рисовали, допустим, картины. Насколько эти картины отличаются от тех картин? Есть у тебя разграничения в этом отношении? Или нету? Очень разграничения есть. Я хочу у него спросить. Да, разграничения, конечно, большое, потому что... Московская школа была. Там была Московская школа, а здесь Уральская. Да, я бы даже сказал, что Уктузская. Уктузская. Это даже не Уктузская, он в Уктузской школе не участвовал. Не был, да. Но все равно. Уктузская была индивидуальная. Уктузская школа, я видела сама стихи Гаврилова, когда приезжала в Ейск к Анне Таршесу, Сергею Сигею, они мне показывали. Вот эти сюрреалисты Свердловские присылали нам. Они говорили о сюрреалистах, как о таких вполне наивных художниках, потому что сами себя они понимали концептуалистами, и вот только такой абсурдизм привлекал их в сюрреалистах. И действительно ближе к Уктузской школе были Гаврилов и Павлов, именно сюрреалисты наши. Больше никого, больше никто и не был подключен так близко. Тогда в этом отношении еще один вопрос уже вам конкретно. Вот вы сами ощущаете состояние провинциальности нашего, скажем, андеграммата, относительно, раз заговорились за московскую школу, насколько мы в этом отношении более примитивны или, допустим, ниже? Нет или нет такого понимания? Что мы более такие непродвинутые? Ну, во-первых, это проговорено уже много раз. Еще раз, пожалуйста. Конечно, темною тоже было это сказано. В 60-е годы у нас представлены Уктузской школой. В Москве ничего подобного нет. Интеллектуалы там появятся только в 70-х. У нас совершенный концептуализм. То направление мыслей, которое еще совершенно неожиданно было бы увидеть в другом каком-то интеллектуальном контексте, вообще российском, от того времени. И потому мы тут были просто продвинутыми. Таршес, Сергей Сегей и весь круг Уктузской школы – это просто продвинутые явления. А Натаршес на шаг опережала вообще всю мировую авангард этот вонючий. То есть это вы говорите в создании рассудка? Нет, я говорю об Уктузской школе, конечно. И значит, они работали вместе. Потому что журнал, который я сейчас на интернете представил, это как раз начало 70-х годов, где и Анна Таршес, и Михаил Таршес, и Валерий Павлов, Елена Павлов, Валерий Гаврилович, на это Гаврилович, Коржевский Виталий. Ну, хорошо, хорошо, все их не перечисляют. В данном случае они не... Таршес мощная, там очень стихи у него вот такие мощные. Были тесные связи между... Надо говорить тогда, я, Букашкин, и вы еще... Конечно, среда была, именно существовала среда. Я никогда о нем, как об Укаши, не говорил. Евгений Малакин, все. Женя, Женя. Камерный мяло, правда, да? Женя, Женя, Катюша. Все, замолчите все. Сейчас я говорю. После того, как... Ну, слушайте. Евгений говорит. Вот, Евгений. Ну, значит так. Начет авангарда. Значит, когда случилась ситуация, что классика всех затрахала, что классика уже всех замордовала, я матерью стал не укрепляя. Вот. А я говорю, вот в начале 20 века случилась ситуация авангарда. Что они сделали? Будучи на базе классики, и зная, что она она себе представляет, они сказали, Да пошла она нафиг, это классика. И получились всякие избраны. Абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, хренализм, понимаете? Что было в этом обществе? Они опровергли всю эту классику, потому что она задавала одинаковые правила искусствов сложения. И каждый из этих избов пошел по своей дорожке. Один по одной, один по другой, один по третий. Один изм, другой трезвый, четвертый изм, пятый трезвый. Ну что самое интересное, отрицая каноны классики, каждый изм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, кубизм, да. Что он делает? Они что сделали? Они создали новые правила. И вы извините, господа художники, если вы в нашем кругу, если вы нашим кругу, вы вот нашим правилам подчиняйтесь. Если вы не хотите нашим правилам подчиняться, идите нахер вообще, в другое место, где вам будет хорошо. Это сурово. Самые, самые, самые демократичные представители авангарда, это сюрреалисты. Они были самыми тоталиарными. Они сказали, вот, вот наши правила сюрреализма, и будьте добры им подчиняться. Ими подчинялся и Салей Турдали, и Луис Бунель, и все другие художники. Они собирали собрания, они устраивали судилища, и говорили, вот вы нашим правилам подчиняете, или мы подчиняете. То есть, самыми тоталитарными были сюрреалисты. А Малевич говно. Он не подчинился и сделал квадрат. Чур. Чур. Намекаю, но хоть. Сальвадор Ли вот, в этом клане присутствовал. Он сказал, да пошли все нахер вообще. Вот, сюрреализм это то, что я делаю. А все, словами не сюрреализм. И был прав абсолютно. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.